итак ребята всем привет вот решил пройтись посмотреть обстановку где нам сегодня предстоит копать в общем местечко интересное перспективно об этом месте мы узнали буквально недавно вот жутко жарко уже мухи одолевает в общем сегодня мы помучаемся находимся около речки фу блин съел и уже серега зашурфился рустик пока еще расчехляется серега уже нашел мисечко для копа в общем место еще раз скажу хорошая как нам говорили здесь были найдены хорошие монеты вот период и здесь в принципе катя лиза не знаю предположительно что это был либо какой-то я не знаю мельничный угол или же барская усадьба не менее в общем кирпичи и керамика повсюду вот если вот эти по дороге они прям повсюду 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 везде ладно вступление есть значит что-то у нас обязательно отыскалась в пустую я никогда видео сюжеты не монтирую так что у нас что-то отыскалась пожелаем удачи всем нашей группы с нами сегодня я рек тоже будет испытывать первые непогоду жару сегодня жарко наверно где только 30 может чуть побольше пекет ветра чуть-чуть мухи одолели так что смотрим надеюсь какой интересный сюжет у нас появится и так ребята продолжаю обследовать местечко в общем здесь такая знаете серьезная река стране смотрите я могу ошибаться но это похоже на какую-то пристань или какой-то мост вот если у вас какие-то есть варианты напишите что это такое специалисты потому что я как бы не особо специалист по данным вещам но что-то похожее то ли на мост то ли что в общем вкопаны какие-то сваи и похоже на пристань даже остались бревна и так ребят пройдя и немножко дальше я вижу что вот за этим сооружение которым я только что вам показывал чуть выше там еще какие-то столбушки но те столбушки больше похоже на мост есть среди деревенские которые вот такой вот сталкиваюсь я как бы с города и такие вещи не часто мне на глаза попадаются ребят прохожу здесь вот какой-то ручеек я не знаю основная река у меня за спиной вот здесь вот еще какая-то речушка вот и сейчас мы будем как страусы прыгать надеюсь не обвалимся да будем прыгать прыгать вот по этим вот или отчет алые воды что происходит или все-таки чуть выше имеется какой-то родник да кругом загадки в первый раз я в этих местах и для меня неинтересно все новое узнавать о своем крае в принципе красота цвета птички цветут вот и птички цветут зелень цветет птички поют в общем классно мухи конечно мушкара вот этот одолела вообще жесть откуда за страница не появились только ладно пойдем пойдем сама ну что ребят вот будем начинать именно здесь щупом я прощупал вместо это незаменимый помощник вот насколько проваливается щуп кто здесь шурфил неграмотно неграмотно сейчас я вам пробегусь по месту данному вот такой то объем шурфа здесь заложены вообще огромный запутка каванина очень много керамики причем здесь керамика встречается кузнецовская вот я пока хожу хожу вымеряю места где больше запутки богатый там я и остановлюсь пока я пока хожу прозваниваю верха вот смотрите сейчас здесь увидим вот такая форма форма я посуду с рисунком как надпись кузнецова я здесь не вижу где-то я встречал где-то валяется площадь колоссальная ребята вообще колоссальная вы даже не можете представить не можете возможно была усадьба так что ладно находки будет обязательно увидите итак ребят ну что первые находки дают плоды не зря мы сюда приехали в общем ожидаемый результат и серёга серёга кольцевичок да да ребят не поверите первый сигнал выкопанный кольцевик выкопали совсем чуть-чуть видите метр на метр и серёга красавчик серёжа молодец конечно сохран ничего не скажет о себе дымовой конечно он умрет но все равно пятак кольцевик какой год уж извините за сигарету ну просто первые эмоции от выкопанного пятака кольцевика слышали как он упал такая шайба здоровая курение не пропаганда не курите никогда этим не занимайтесь что касается молодежь ладно мы разбились по несколько на несколько участков я отошел туда серёга здесь рустик там то есть где находки пойдут мы кинемся все туда вот это принцип как бы шурфология чтобы было продуктивней результативней чтобы все остались находками чтобы не было никому обидно это как бы традиция шурфология ну и все ну и клад тоже так же делится когда кто-то выкапывает клад ровно половина забирает на кто нашел его другая половина делится между теми камрадами сколько находится в коллективе вот такие традиции ребят находится хороший клад то домой вернется только один ну это конечно черт черный юмор черный юмор такого нету кладоискателей ладно ребят идем дальше ищем я думаю порадует нас этот шурф потому что шурф как бы зачетный будет зачетный ну и был ранее кем-то раскопанный мы просто продолжаем добиваем его и так ребята здесь вот я снимаю на штык лопаты дабы здесь появилась древесина то есть это наверное все таки край дома венец 1 дальше смысла нет копать я остановился потому что идет материк и вот знаете о серёге пятак а у меня первое серебро жалко конечно с утратами да но это точно серебро очень классно ушко на месте но задняя часть обломана печально печально но все же серебро есть значит жили богата идем дальше ребята долго коротко вот они три брат акробата и собака в общем вот смотрите копает он на как раз на пределе материка и вот на этом пределе шикарную сегодняшнюю монету это екатерина 1790 год смотрите какой сохран хороший рельеф высокий зачетный так что с правильным подходом монетка будет как новая да здесь очень странный разнообраз тем что советина здесь прям керамика алюмишка все рядышком все вместе разные периоды что за здание здесь было мы так и не знаем ладно ждем очередные кругляшки зелененькие беленькие желтенькие до кинг желтеньким я будешь искать он как чушку чушку уж и смотреть как у грязные масло он здесь нашел мамонтов и гоняет их держи бэтмен у бэтмен человек паук и так ребят перри шурф делаю старую сбрасываю заодно засыпаю с собой вот и практически верховые то есть пропустили вот на монетка и это у нас николай николаевская монета 1909 год вот такая копеечка ничего особенного но все же монета вот так вот большой объем работы совершил находок нифига нет шурф или конечно безобразно но хочу сказать что очень хорошо безобразно но хорошо керамика цветная кузнецовская так что ладно продолжаем ребята решил русиков делись заснять говорит где-то чего-то сигналил ну дайте нам показывать 775 монета рассудитель пришел и зритель на к четверка показывать тверка хрен пойми че покажи ну и металл че цветной давай 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 фишер копай человек паук должен улучшаться или ухудшаться хочет шкребы к убери свой клюшку все ребят не буду занимать ваше внимание или все-таки давайте докопаем прямом эфире потому что есть любитель который в прямом эфире любит смотреть как копать другие сидя на диване сидят кайфуют а другие копают раздавать глубоковато значит фигня какая-то что-то охранник охранник king ты че ругаешься увидел услышал у них у кого просто так нибудь добки все так урок короче не состоялся онлайн монета ладно копаем итак ребят находок нету хоть что-то вам показать вот такие две штуки поднял специалисты прошу отписаться какой период надпись имеется вот такая вот две штучки сначала одну потом вторую так что пишите в комментариях специалисты явно среди вас есть буду благодарен заранее спасибо все силы на исходе подустали ям дальше и так ребят пацаны позвали на прямой эфир прямую трансляцию ну-ка покажись на свет вот это жбонь вот это жбонь вот это жбонь вон нас алкоголик бутылки таскает нет ничего печально ну что попытка номер садя стопудово да ну иди о вот на крупная большая душка наверно вплощение окисленно да . очень странный такой смотри гурт такой продавлю не надо перчатки александровской душка такая большая такой щенка жбит что для похода это две копейки александра 2 такая вторая монетка зачет откуда вот отсюда вот прям на пределе пойдет сервак рустика у меня ростик сегодня чемпион до батман тут и бэт человек-паук блин он опять от твоего сурфа вот на я вы здесь вот закончил что-то мне там не понравилось ладно итак ребят умылся я здесь водичка прохладенькая хорошенько на той стороне имеется пляжик и знаете там рустик ходить рустик ходит по пляжу по золоту наверное решил не по царям а по золоту ху места красивые все рустику лес ушел места очень красивые и просто приятно съездить не просто что-то откопать а сменить обстановку выехать из душного города подышать свежим воздухом общаться со своими друзьями камрадами в общем почаще ребята отправляйтесь выезжайте семьями очень приятно ой 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 змеи змеи но здесь змеи ты не больно серьезные гадюки пылевые только там около речки уже медианки в общем ничего страшного у нас нету королевских кобур ладно чё серёж отыскал что интересное вот какой красивый кованый гвоздь на грибок похож да вот такой на держи свой гвозди кованые старые вон рустик мин с пляжа возвращается золото на дыбл теперь идет пробки сшибает представляете сегодня так жарко мухи одолели в общем неприятно конечно такой компании копать но все же но все же кое-кто с хорошими находками с хорошей таким настроением поить домой на серый потому что буквально вчера поднял русик кольцевик а сегодня вот еще и серега кольцевики попадаются куда чаще кольцевики попадаются чем серебро серебро у нас давно него кстати насчет крестика который вам говорил вот он крестик смотрите какой красивенький такой зачетный русский рустик тоже гвоздят копал и кольцевичок находится в отмочки все чуть попозже я вам покажу если сохранить хороший посмотрим рельеф ну да кольцевики они всегда хорошие зачастую но к сожалению 7 да ладно чуть попозже будем собираться покажу в каком сохранить кольцевик и так ребята у меня пуговка но пуговка очень странная такие раньше никогда не видел она очень большая цифра к 3 и мы разглядели внутри большое количество надписей что за надписи конечно же надо мыть протирать и вам показывать еще раз хочу сказать такую пуговку я первый раз вижу и так рустик устал серега тоже устал запутка все лезет и лезет стекло царская советская кузнецовская вот и вот такая вот выпала фирм фигурка жалко что с утратами а то такая вещица очень ценится очень приятно и ладно заберем как шмурдяк может пригодится и так ребят фундаменты с собой присыпал вот пробки советские кругом кругом но я не ожидал вот такую пробочку я вообще прям был поражен и удивлен смотрите что на пробке написано я через объектив вижу только цифры 1846 год а что дальше написано к сожалению не знаю очень приятная пробочка предполагаю что вино вот так вот кстати ребят напишите мне пожалуйста также в комментарии это не алюминий в то время алюминия еще не было или я ошибаюсь оловянная что ли хочу услышать от вас ребят у ответа или варианты и предложения вот такая зачетная я ее заберу заберу итак ребята шурф у нас продолжается но продолжается он как-то у нас неладно серёга на заднем плане зашурфился в новом месте говорит засыпка очень хорошая керамика до сера идет кости керамика в общем сопоточка имеется но к сожалению цветных сигналов нету мухи ребята жесть вообще жизнь меня молодой камрад у нас отдыхает жарище в общем молодежь не приспособлена в таких условиях отдыхать это мы рождены в советское время еще как-то приспособились к нынешним условиям футы балет вы если вы увидите это 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 вообще жесть ребята это невыносимо в следующий раз если на копья отправлюсь одену москитку потому что особенно когда вышли поутру сюда траву подымаешь и все жесть у серёги как говорится только пятак вот чуть а там сер еще есть камера от машины камер а это ты крест снимал вот и крест тоже вы наверное уже видали я уже наверное смонтировал в общем крестик зачетный сохранщик очень хороший даже проглядывается такая глубь глубая эмаль в общем крест нормально сегодня у серёги только зачетные находки пятак кольцевик земляной дед как я раньше говорил в прошлых видеосюжетах земляной дед прям в первые же секунды дает результат а потом все так и случилось сегодня итак и на этом встала мышь прям когда первые минуты находка у нас глаза сгорелись о думаем сейчас попрет а тут вот так вот поперла ладно немножко размялись с вами языками пообщались надо и снова в путь дорожку идти так что смотрим если находки будет вы обязательно видите и так ребят помните я вам показывал рустик бродил по пляжу и потом скрылся чаще леса в общем он говорит откопал здесь хреновина интересно и это хреновина будет подтверждением того что это реально личный ух ты тут все переворачены час а из походу вода была здесь походу зато он был очень похож такой знаете ни хрена 7 лентам сейчас сейчас смотрите там колесо колесо железно так чё да вам смотрите он ступится ли что это такое он видеть толщина диаметр смотрите механика да да это механизм не 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 это механизм потому что он зубчатая передача смотрите на какой глубине но глубина и понятно потому что здесь типа зато он было под тяжестью провалилась под тяжестью провалилась может быть сверху блин скатили здесь остановилась здесь песочек прельефу видите да возможно здесь зато он был влага сырость и он провалился на такую глубину и вот и не лень было русику обрубливать все корни выковыриваются просто думал клада ров сейчас меня взорвать вот так вот ребята ищут клады пишу с метра берет кому-то кому-то клады и даются ладно пойдем ребят смотрите я первый раз вижу такое толстое дерево пофигеть я не знаю вам на камеру это все передастся нет но это махина вообще ничего себе вот это дерево я сейчас встану рядом с деревом чтобы вы видели насколько оно большое толстое вот смотрите я такой толстый дерево первый раз не видел вообще что за дерево махина сколько ему сколько ему лет итак ребят в общем будем заканчивать сегодняшним копом домой как никогда мы уезжаем практически пустые только серега достойную находку нашел я реку кстати сегодня перепала от рустико рустик ему подгон классный сделано покажи я рек дядя рустик подарила смотрите какой пентпоинтер вообще огонь теперь у нас подкованный я будет находить монеты прям шикарно подгон классный вообще зачетный с ними ходит профессионально ускоряют метод поиска монет вот так что я думаю я река теперь в два раза будет больше и быстрее находить монета вот сейчас покажу вам пятачок который серега показал вернее поднял и какой сохранщик думаю неплохой и буду за на этом заканчивать так что пятачок напоследок ну и все а пятачок ребят вот такой сохран вроде не очень но рельеф вроде присутствует надеюсь серега его почистит и будет радовать его коллекцию и так ребята сейчас немножко информации в чеканке монет из меди в том числе номиналом 5 копеек в 1803 году принимали участие два монетных двора в екатеринбурге с обозначением е м чеканили монеты преимущественно для европейской части россии за год монетный двор успел изготовить довольно внушительный тираж 31 миллион восемьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят штук из расходовав таким образом более полутора тысяч тонн меди в сузуне чеканили пятаки для азиатской россии с обозначением к м колыванская монета согласно ведомости монетного двора в 1803 году всех номиналов медной монеты было выпущено на сумму 180 тысяч рублей именным указом сенату от 1 октября 1801 года александр павлович признавая непоколебимость внутреннего достоинства монеты необходимую к сохранению общего доверия подтверждает установленную павлом в 1797 году монетную стопу монетные дворы получают распоряжение продолжать чеканку медных монет всех номиналов по 16 рублей из пуда меди но уже по новым утвержденным тем же указом рисунком монеты и так характеристики монеты 5 копеек 1803 года материал монеты медь номинальная масса пятьдесят одна целая девятнадцать сотых грамма диаметр 42 45 миллиметров гурт шнуровидный как правило появление такой монеты в продаже обязательно вызывает интерес среди нумизматов и коллекционеров в 1803 году на рынках города киева продавались товары по таким ценам за одну копейку можно было купить килограмм гречки просто стоило в два раза дороже около двух а за килограмм пшеницы в среднем просили три с половиной копейки коровье масло продавали из расчета 14 копеек за фунт свежий гречишный мед по 5 рублей за пут а за кружку парного молока нужно было заплатить около двух копеек свиное сало применялось не только для употребления в пищу но и в качестве освещения помещений поэтому спрос на этот продукт был довольно высоким а цена на него была даже выше чем на мясо так к примеру за килограмм свинины или баранины просили в среднем семь с половиной копеек телятины немного дороже около девяти а за килограмм сала нужно было заплатить около двадцати копеек из домашней птицы на рынке можно было купить курицу за 15 копеек утку за двадцать а за пару гусей нужно было заплатить в среднем 60 копеек зарплата уездного лекаря второго разряда в 1803 году составляла 15 рублей в месяц надзирателя на таможне 25 рублей а губернский землемер получал жалование 400 рублей в год как известно в 1802 году были созданы восемь новых министерств российской империи каждому министру было определено годовое жалование которое составляло 12 тысяч рублей в год кроме того каждому полагалось по 5000 рублей в год на аренду недвижимости для себя и своей канцелярии до тех пор пока правительство не предоставит каждому отдельный дом рассматривая стоимость пяти копеек тысяча восемьсот третьего года мы не можем справедливо оценить то что эта монета могла быть в руках мореплавателя ивана федоровича крузенштерна или генерала петра ивановича багратиона опасно писец иван крылов или историк николай карамзин именно за эту монету могли покупать продукты на рынке исходя из этого следует помнить что ценность монеты в ее истории